Ладожское озеро Крупнейшее пресноводное озеро на территории Европы Реликт последнего оледенения, покрывавшего северное полушарие около 10-12 тысяч лет назад В озеро впадает 35 рек, а вытекает из него лишь одна Нева На севере и северо-западе Ладожского озера находится уникальный природный заповедник, который называется Ладожские Шхеры Шхеры представляют собой скалистые острова с сильной, зарезанной береговой линией и отвесными уступами Эти острова представляют большую опасность для судов, поскольку некоторые из них едва видны над водой Однако для туристов и ценителей необычных ландшафтов они являются настоящим раем В далекие времена эти места перепахал гигантский ледник Когда льды растаяли, на земле осталось множество обломков скал и узкие впадины, которые тут же заполнились водой Так образовались Шхеры Климат северного приладожья характеризуется как умеренный Но если само озеро чрезвычайно переменчиво, где буквально за несколько минут легкий ветер может превратиться в настоящий шторм То в районе Шхер намного спокойнее Температура воды из-за больших глубин на открытых участках редко прогревается выше 18 градусов Открытые скалы не заняты сильной таежной растительностью, которая обычно утесняет любую другую В результате флора и фауна Шхер самая разнообразная На островах в Ладожских Шхерах растет малина, земляника, черника, голубика и брусника На старых заброшенных финских хуторах встречается смородина и крыжовник Начиная со второй половины июля практически повсеместно встречаются грибы Для северного и восточного побережья Ладожского озера характерны гельники с сомкнутым древостоем и сплошным покровом блестящих зеленых мхов На южном и западном господствуют темнохвойные породы с подлеском, где иногда встречаются липа, клен, ильм А также появляется травяной ярус с участием дубравных трав А маховой покров развит слабее Ладожское озеро и водоемы вокруг него используются для гнездования многими видами птиц И служат также стоянками птиц на Беломоро-Балтийском пролетном пути Разнообразна фауна прибрежных территорий 58 видов млекопитающих 5 видов амфибий И 5 видов рептилий Особое своеобразие придает Ладожскому озеру обитание в нем единственного представителя ластоногих Ладожского подвида кольчатой нерпы Ладожскому озеру Сартовала Сартовала Уютный старинный город в Карелии Расположенный на берегу Ладоги Неподалеку от финской границы Сартовала окружена природными и культурными заповедниками Самые известные из них Ладожские шхеры И остров Валаам С древними православными монастырями Город раскинулся амфитеатром На берегу залива Ляппи-Ярви Первые упоминания о Сартовале Относятся к 1137 году Гористый ландшафт, открывающий панорамы Ладожского озера и прибрежных островов Улицы, застроенные старинными зданиями И мягкий карельский климат привлекают сюда множество путешественников В Сартовальском районе, недалеко от поселка Хирюля Находится достопримечательность, о которой мало кто знает Это высокая скала Пасен-Вуори И находится древнее городище Паасо Паасо – это открытое в XIX веке финским археологом Отто Альпенгреном поселение древних Карел Которые жили здесь примерно в XII-XIII веках К сожалению, артефактов древности здесь уже не найти Но на вершине скалы Паасо-Вуори Есть вещи гораздо более интересные, чем обломки древней керамики На вершине открываются потрясающие виды на окрестности Это разлив реки Хирюляйн-Йоки Плавно переходящий в небольшое озеро Кармалайн-Ярве Субтитры создавал DimaTorzok Одно из самых популярных направлений поездок в Карелии Горный парк Рускеала, что в 27 километрах от Сартовалы Ежедневно из Сартовалы в парк курсирует туристический ретропоезд На паровозной тяге Русский-Арский экспресс создавался в образцу Николаевского экспресса Который ходил в конце XIX – начале XX века Погружение в атмосферное время способствует форме проводников и интерьер вагонов В 1818 году российский император Александр I Значает на должность главного архитектора нового Исаакиевского собора Молодого и амбициозного французского архитектора Огюста Монферрана Монферран в течение нескольких лет ищет строительный и облицовочный материал Для перестройки Исаакиевского собора Часть мрамора главный архитектор находит на островах неподалеку от острова Валаам Часть за границей А три вида в русский альском месторождении Французский архитектор приезжает в Русский аль дважды В 1820 и 1821 годах Мрамор в этих местах Монферрану очень понравился Но возникла проблема его доставки Дело в том, что мрамор с островов Доставляли на кораблях по Ладоге и далее по Неве в столицу А из Русскийалы, где до Ладоги порядком 40 километров Доставка была проблематична По разбитой дороге ценный камень везли на телегах Тогда опытный архитектор обронил фразу Дорогу бы чугунную построить До Сердоболя нынешняя сортовала И поезда пустить Спустя почти 200 лет Идеи талантливого архитектора Упущены в жизнь Поезд Русский альский экспресс Связал берег Ладожского озера И Русский альское месторождение Название поселка Вероятно, произошло от места названия реки Тахмайёки Русколка 9 августа 1766 года В Русский альфе началась опытная добыча мрамора Которая показала хорошие перспективы месторождения В сентябре 1767 года В Русский альфе из столицы приехали горные инспекторы Гвардии капитан Кожин и полковник Иван Васильевич Зверев Они осмотрели месторождение И составили отчет о проделанной работе В итоге 19 января 1768 года Императрица Екатерина II Подписала указ Сената О начале разработки мрамора в Русский альфе Для строительства Исаакиевского собора На берег реки Русколки с Урала приехали мастера Каменотесы семьями Так возник рабочий поселок Рускеала С 1898 по 1939 годы Русский альфское месторождение Интенсивно разрабатывалось на известь, декоративную крошку, щебень и облицовочные блоки В это время Добыча мрамора велась комбинированным способом Карьерами с шахтами и штольнями В шесть горизонтов Три из которых были подземными После войны С осени 1944 года Началось восстановление Русский альфовского завода И мраморных карьеров Старый, главный карьер С оперяющими его подземными выработками Решили не трогать И вода быстро заполнила его большую часть Так образовалось красивое мраморное озеро В начале 2000-х годов Была разработана концепция развития Туристического объекта Мраморные ломки Рускеала Которая и послужила Теоретической основой для создания В 2005 году Горного парка Недалеко от горного парка Располагаются водные каскады Которые именуются Русский альфовскими водопадами Самый крупный из них Водопад Ахвенкоски Название водопада Финское слово Обозначающее Окуневый порог Или по другой версии Пороги водяного Ахвенкоски Самый большой Из каскада четырех равнинных водопадов Которые все вместе Именуются Русский альфовскими водопадами Другое Менее распространенное Название каскада Тохминские водопады Происходят От наименования реки Воды реки Тахмайоки В отличие от большинства Рек на севере Окрашены в очень Насыщенный коричневый цвет Это связано С большим содержанием В них железа А также Органических соединений Попадающих в реку Из соседних болот Ахвенкоски Низвергается В довольно большой Котлован С большим шумом И грохотом Поэтому ощущение Мощи реки Создается здесь В полном объеме Зимой водопад Почти не замерзает Только Самые лютые морозы Способны лишь На время Приглушить его силу И мощь Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА